Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос. И сегодня мы поговорим с вами про психологическую подготовку ребенка к соревнованиям. Любое соревнование для ребенка это стресс. Зрители, судьи, соперники, сама ситуация оценки, все это вызывает в ребенке напряжение, страх и другие неприятные эмоции. О том, как снизить эмоциональное напряжение ребенка во время соревнований, мы сегодня и поговорим. Мы готовили это видео в основном для родителей и педагогов, поэтому начнем, пожалуй, с того, что могут сделать родители для своего ребенка, чтобы помочь ему подготовиться к соревнованиям. У родителей самая ответственная миссия, поскольку готовить детей к будущим соревнованиям нужно уже с самого рождения. Звучит, конечно, очень громко и пафосно, но по большому счету это именно так. Самая главная база, которая дает ребенку способность тому, чтобы успокоиться, собраться, это уверенность в себе, это высокая, даже не высокая, а здоровая, адекватная самооценка. А здоровую, адекватную самооценку родители могут формировать в ребенке, начиная прямо с самого рождения, как я уже сказала, с самой колыбельки. Поскольку ребенок чувствует отношения родителей, исходя из их отношений, формируется базовое доверие к миру и, соответственно, ощущение безопасности, спокойствия, которое так нам необходимо и которому стоит возвращаться, когда мы на пике эмоциональных каких-то переживаний. Какие же действия приводят к тому, чтобы у ребенка формировалась адекватная самооценка? В первую очередь детям нужно давать свободу. Свобода не значит, не равносветозволенность. Свобода — это какие-то определенные рамки, в которых ребенок может совершать определенные действия и при этом быть свободен, то есть не подвергаться контролю, одергиванием различным, как к каким-то сразу оценке. Приведу пример. Например, маленький ребенок, который учится ходить. В чем здесь его может быть свобода? Понятно, что мамы, папы, бабушки, дедушки все очень волнительные ребята. Они переживают за то, чтобы ребенок не ударился, лишний раз не поранился. И поэтому очень часто решают ребенка возможности самостоятельно вставать, пробовать, двигаться. И чем больше опеки, чем больше контроля, тем позднее ребенок пойдет. Потому что ребенку нужно давать возможность совершать определенные действия, тренироваться, чтобы он мог встать на ножки, затем почувствовать равновесие и потихонечку совершать свои первые шаги. Вот на таком простом примере я хочу показать, что понятное дело, наша с вами обязанность родительская — это поддерживать ребенка в безопасности. Самое главное — обеспечить ему безопасность. Но при этом можно находиться рядом, но не контролировать каждое его действие. Это и будет свободой, о которой я говорю. И это понятно, что распространяется и на дальнейшие возраста. То есть по мере того, как ребенок взрослеет, его круг, его способности, круг его возможностей расширяется, и тем меньше нужно нашего контроля, тем больше самостоятельности у ребенка. То есть мы не формируем в ребенке чувство беспомощности, что он ничего не может сам, что во всем нужна помощь родителей. Это чувство потом сыграет с ним на соревнованиях злую шутку. Ну и следующим, пожалуй, таким действием, которое плавно вытекает из предыдущего, это отмечать любые его даже самые маленькие достижения и успехи и хвалить его за эти достижения. То есть вот получилось у маленького ребенка встать на ножки, мы хлопаем в ладошки, радуемся искренне, и ребенок видит, что он молодец, он способен, он может. И в дальнейшем, опять же, да, принес ребенок картинку из садика, которую он нарисовал. Пусть это не шедевр, но вы хвалите его и говорите, ты молодец, у тебя отличный получился человечек, домик, ягодка, все что угодно. То есть вот это вот умение видеть в ребенке его маленькие шажки, которыми он движется к какой-то цели, да, умение похвалить вовремя, умение показать ребенку, что он молодец, очень хорошо влияет на то, что у него закладывается ощущение, что он способный, он может, и, соответственно, его самооценка, она за счет этого приобретает такую, да, окраску, положительную окраску. То есть он сам себя не ругает, он сам себя тоже учится хвалить. Ну и, конечно, хочется сказать отдельно, да, выделить такую тему, как поражение. Ну, то есть даже в самом маленьком возрасте дети очень остро могут реагировать на какие-то вещи, которые у них не получаются. Яркий пример тому, когда вы играете с детьми, например, в какие-то настольные игры, где есть определенные правила, есть несколько участников, и он в этот момент там оказывается непобедителем. Наверное, многие видели вот эти эмоции у ребенка, эмоции порой зашкаливающие, когда он там сбрасывает игровое поле, раскидывает фишки, плачет, расстраивается, потому что он не победил. Вот такие эмоции нужно ребенку помогать проживать. Нужно рассказывать с малых лет, что поражение – это не катастрофа. Поражение в игре – это опыт. И почему это опыт, и как с этим опытом в дальнейшем быть, нужно все это рассказывать родителям, маленькому ребенку еще, даже самому маленькому, чтобы постепенно он привыкал к тому, что то, что он проиграл, это тоже часть игры, это тоже часть его опыта. И эмоции, которые он испытывает, нужно помогать ему проживать. Не ругать его за них, что «Ай, какой ты плохой, зачем ты так делаешь, больше с тобой не буду играть?» Рассказать, да, я вижу, да, ты расстроен. Такое бывает. Я, наверное, тоже расстраиваюсь, когда проигрываю. Всем нам хочется выиграть. Но давай посмотрим, как ты хорошо проходил по полю. Смотри, как ты много уже прошел. Я думал, что я до тебя не догоню. Ну, то есть, вот все его эмоции проговаривать, озвучивать ребенку, чтобы он понимал, что с ним происходит, чтобы он не пугался сам таких своих эмоций. Это внесет большой вклад в его эмоциональное развитие, да, в развитие его эмоционального интеллекта. И в том числе это в долгосрочной перспективе поможет ребенку на тех же соревнованиях собраться, объяснить самому себе, что с ним сейчас происходит, что сейчас то, что с ним происходит, это нормально, это не страшно, и уметь самому себя успокоить и привести свои эмоции к какому-то такому нормальному уровню, не зашкаливающему. И логично, вытекающий из этого еще один пункт, это создание ребенку ситуации успеха. Что такое ситуация успеха? Если вы видите, что у ребенка что-то не получается, он очень по этому поводу переживает, например, там в школе, да, очень часто первоклассники испытывают вот такое ощущение, что они ничего не могут, потому что меняются условия, меняются какие-то, появляется, да, вот эта ситуация оценки, когда тебя оценивают. После садика немножко такой, ну, появляется контраст, да, что ребенок не понимает, почему у него не получается, как ему сделать так, чтобы получалось, и прочее, и прочее. В этой ситуации ребенок тоже испытывает стресс, и он может уйти в то, что называется, да, самообичеванием, и, соответственно, его самооценка в этот период начинает падать, что если я не могу, если у меня не получается, значит, он переходит на личности, да, если можно так сказать, и считает себя неудачником целиком. То есть, если я не смог решить пример, значит, я дурак. Вот таких вещей тоже не нужно допускать, нужно поддерживать ребенка в этот момент, и понимать, да, в какой ситуации он испытывал успех, что у него получается хорошо. Вы, как никто своего ребенка, знаете, вы знаете его сильные стороны, и вот в таких ситуациях, когда вы видите, что ребенок немножко западает, да, вот в это самообичевание, создавайте искусственно ему вот эту ситуацию успеха. То есть, если он отлично рисует, вы можете перевести его внимание на то, что предложить ему, например, сделать выставку своих рисунков для бабушки с дедушкой, да, устроить выставку его рисунков, развесить по квартире, там, устроить галерею, позвать родственников, друзей, устроить такой небольшой мини-праздник. Он дорисует какие-то картины, добавит, да, в свою коллекцию, будет рассказывать про них, его будут хвалить, и он вот в этой ситуации успеха выровняется в своей самооценке. То есть, да, у меня не получается решить пример за то, как я классно рисую, как бабушка с дедушкой меня хвалили, как там Маша из соседнего подъезда с похищением рассматривала там мои картинки. В любой ситуации можно найти что-то, да, что поддержит вашего ребенка, что покажет ему, что он молодец и что он способный. Еще одним важным и таким основополагающим пунктом является формирование у ребенка способности к цели полагания. Звучит очень сложно, но по большому счету умение ставить перед собой цель, знать, как разбивать, да, на маленькие шажочки достижения этой цели и идти к ней – это очень важное умение не только для детей, там, при подготовке к соревнованиям, но и даже для нас, для взрослых людей. Не все во взрослом возрасте даже умеют и обладают такой способностью. Поэтому в соревнованиях это очень важно – поставить перед собой цель, понимать, оценить, да, какие есть предпосылки к ее достижению, то есть что я умею на данный момент делать, что я не умею. То есть это, опять же, составляющие здоровой самооценки, да. Ребенок со здоровой самооценкой, он знает, что он не все умеет, что он не во всем молодец, и он знает и свои сильные стороны, и свои слабые стороны. И вот как раз умение оценить свои сильные стороны, умение оценить сильные стороны соперника очень хорошо помогают в соревнованиях, то есть, и, опять же, ставить адекватные цели. То есть если вы только-только начали заниматься, например, каким-то определенным видом спорт, и вы, ваш ребенок идет на первые соревнования, нужно понимать, да, что на первых соревнованиях, скорее всего, не нужно ждать каких-то там грандиозных результатов. Все может быть, но нужно ставить перед собой цель на первых соревнованиях, например, прийти, познакомиться с обстановкой, со самой ситуацией соревнований, да, то есть наша цель с тобой выступить, вот, и мы к ней идем, то есть мы пришли, мы выступили, мы познакомились, как это все произошло, вот, и в данной ситуации ребенок не будет испытывать такого большого стресса, потому что он пришел выступить, он не пришел победить и забрать все награды, он пришел в данный момент выступить, посмотреть, как я буду себя вести на соревнованиях, посмотреть, что я буду испытывать на них, да, посмотреть, как соперники выступают, оценить опять же их способности их сильные стороны сделали себя галочку до какую-то что я хочу также или я так не хочу и идти дальше в своей там тренировочной деятельности допустим по опираясь на этот опыт то есть мы на эти соревнования пришли ради опыта например да как как вариант такой вот цели не всегда на соревнованиях цель это победа нужно адекватно оценивать все те моменты о которых я сказала уже ранее и еще одним и завершающим пожалуй да на сегодня пунктом для родителей на который стоит обратить внимание это умение научить ребенка приемом саморегуляции то есть такие приемы они важны даже в маленьком возрасте можно начинать помогать ребенку да как я уже говорила справляться с эмоциями таким путем то есть что относится к приемам саморегуляции например это дыхательные упражнения дыхательные техники учи учим ребенка отдышать правильно и при этом за счет дыхания успокаивать то что происходит с ним на какие-то эмоциональные вот эти всплески успокаивать с помощью дыхания отвлекающий момент в этом есть то есть ребенок когда например находится в каком-то пике своем эмоциональном да он часто не может остановиться сам ему нужно помочь и в этой ситуации мы учим его маленьких детей мы учим с помощью игры то есть мы заранее до учим его поиграть и говорим давай поиграем вот там допустим не знаю в южика да и там попыхтим подышим но есть для старших уже детей да есть определенные прям серьезные такие техники дыхательные насколько счетов надо дышать как как глубоко как интенсивно все это очень большая глобальная тема сегодня я не буду на ней останавливаться но знайте что есть такая история и если вдруг вам захочется вы можете найти это в интернете либо написать в комментариях и возможно мы снимем отдельное видео по техникам саморегуляции да как можно научить детей успокаиваться самостоятельно еще одним из таких приемов может быть разрядка то есть когда мы наоборот учим ребенка выплескивать эти эмоции не успокаиваться а наоборот как бы достигать такого определенного пика соревнованиях тоже есть несколько этапов то есть порой ребенок входит из-за вот этих нервных таких историй да из-за переживаний он входит либо в ступор то есть он наоборот становится медлительным очень таким заторможенным то есть нервная система таким образом как бы спасается да она себя защищает ребенок впадает в такое состояние амебные вот его нужно из этого состояния выводить и как раз вот такие техники они помогают когда мы наоборот вызываем яркий мозг он взбодрился да вот как грубо говоря взбодрись среди себя давай давай вот а вот первые техники они подходят как раз про дыхательные которая говорила они подходят как раз для состояния когда ребенок наоборот эмоционально возбужден через чур то есть у него вот это вот повышенная двигательная активность когда он такой прям весь не может его трясет и вот колбасит и он не может остановиться да вот тут мы как бы дышим мы дышим успокаиваемся мы настраиваемся на спокойный лад и еще одна из таких техник которые мне нравятся это визуализация позитивная визуализация то есть когда ребенок представляет ситуацию в которой ему было допустим спокойно и хорошо и вот эти эмоции которые он испытывал в той ситуации переносит и удерживает вот в данный момент в ситуации данную до которой он сейчас находится в ситуации стресса то есть он вспоминает те эмоции вспоминает ту ситуацию и перенос делать перенос на эту ситуацию и как таким образом он успокаивается то есть он вспоминает как его тело как он сам ощущал себя в ситуации когда ему было спокойно и хорошо либо в ситуации когда он побеждал и достигал успеха опять же да в зависимости от того что сейчас более важно более приоритетно умение делать перенос очень важно но мы с вами уже в начале до разбирали вот эти ситуации успеха ситуации в которых ребенок чувствует себя хорошо победителем они должны для этого быть я вот к чему веду то есть вот опять же да важность вашей родительской роли вы в течение всей жизни ребенка создаете ему истории в которых ему было либо спокойно и хорошо либо в которых ему было очень гордо за себя до когда вот допустим та же самая выставка своих рисунков ребенок уже в возрасте там семнадцати лет может вернуться именно в эту историю и в эту ситуацию и ощутить себя снова победителем и уже участвую например соревнованиях там я не знаю по плаванию благодаря вот этой установке благодаря вот этим эмоциям которые он тогда ощутил он сможет настроиться и более успешно выступить это действительно очень важно все что вы делаете с ребенком ежедневно каждый день обращайте вот на это внимание как себя ощущает ребенок в семье как он ощущает себя вообще какие слова вы ему говорите как вы его поддерживаете родительская роль она пожалуй самое главное что касаемо педагогов они используют ровным счетом все те же самые приемы о которых я говорила ранее но при этом роль педагогов еще в том чтобы дать ребенку знания до знания опору к на которую они будут опираться в соревнованиях дать им практику потому что чем больше ребенок знает тем он увереннее опять же в себе тем более спокойно и уверенно он чувствует себя на соревнованиях также очень важным моментом является развитие у ребенка гибкости и адаптивности то есть в этой ситуации педагогам могут помочь например какие-то определенные ролевые игры в которых они моделируют ситуацию соревнований при этом меняют условия и смотрит как ребенок может адаптироваться к этим условиям адаптивность это очень важно вообще в целом жизни до приз по в тому чтобы уметь приспосабливаться и не испытывать стресс при этом если ребенок много раз уже прокачивать в себе да вот эту способность он уже не будет испытывать такие сильные эмоции переживания если вдруг окажется в какой-то неожиданной для себя истории во время соревнований еще в теме педагогов я хочу отметить очень важный с моей точки зрения момент это умение видеть сильные стороны в ребенка в ребенке и опираться на его какие-то индивидуальные особенности потому что для родителей ребенок всегда самый лучший как бы он себя не вел чтобы он какие бы двойки он не приносил мы все равно всегда относимся к своему ребенку что он самый классный самый лучший у педагогов к сожалению часто бывает такая история что они увлекаются очень сильно как раз ошибками детей и воспитывают через ошибки что за счет того что указывает учите ученикам на их ошибки а не на их сильные стороны а как раз вот эта ситуация успеха которая говорила ранее очень хорошая имеет влияние на детей то есть когда они понимают что педагог видит что они могут что они способны и верят в них он достигает гораздо больших успехов у нас очень часто дети боятся совершать ошибки они боятся неудач хотя на самом деле и ошибки и неудачи это опыт и благодаря им мы учимся в дальнейшем делать что-то лучше именно вот такую мысль ребенку должен доносить педагог он должен говорить да ты ошибся да давай разберем почему да давай посмотрим как этого избежать дальнейшем и как стать сильнее и в дальнейшем да не наступать на те же самые грабли и ребенок перестанет испытывать страх он перестанет испытывать стресс он будет понимать что я могу ошибиться я имею на это право но я сделаю выводы и пойду дальше ну и самое главное это хвалить 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 и хвалить за то что ребенок может опять же за каждый его маленький шажок к успеху хвалить и не бояться этого не стесняться этого потому что каждому из нас даже взрослому человеку порой очень не хватает того чтобы кто-то сказал какой ты молодец как ты классно это сделал ну а на этом у меня сегодня все пусть для ваших детей соревнования будут праздником они стрессом и знайте что соревнования это не только ситуация испытания это еще и возможность для вашего для роста вашего ребенка и для его развития поэтому будьте рядом с ним будьте его опорой будьте его поддержкой и все у вас получится ставьте лайки переходите на наш канал пишите комментарии я буду их очень ждать если вдруг какая-то какой-то пункт заинтересовал вас гораздо больше чем остальные вам хочется поподробнее понять какими способами приемами можно это сделать я готова записать для вас отдельное видео поэтому пишите комментарии пишите как вы готовитесь к соревнованиям что вам в этом помогает мы будем очень сильно ждать а на этом все до новых встреч пока пока